Вы в черном списке СБУ, а значит пенсия не положена. Примерно такую фразу слышат тысячи украинских пенсионеров-переселенцев. Все потому, что они пересекли линию разграничения и были на оккупированной территории. В Минсоцполитике говорят, так власть борется с махинациями, чтобы человек не получал деньги с двух сторон. Но как это контролируют? И почему в список попадают случайные и ни в чем не виновные люди? И главное, что делать в такой ситуации? Инна Томина продолжит тему. Максим Семененко с самого начала войны на линии фронта. Он военный, сам родом с Донбасса. На этой неделе приехал в долгожданный отпуск в Днепр. Тут и узнал, его маме-переселенке отказали в законной пенсии. Моя мать, я военнослужащий, который воюет в АТО. И это хорошо, что я так приехал в отпуск, и это случилось при мне. Представьте, если бы я был там. Вот что думать и что делать. Свою маму Максим забрал из Южной Ломоватки Луганской области. Как только там начались боевые действия. После переезда женщина, как и все переселенцы, получила соответствующую справку и переоформила пенсию. За все это время семь раз съездила в родной поселок, чтобы проверить, цела ли квартира. А в конце марта ее вызвали в социальную службу и сообщили. Из-за поездок на оккупированную территорию пенсию ей платить не будут. А что я сделала преступного? Я вообще-то гражданин Украины. Неужели я не могу ехать по территории Украины? Как только я выехала, стала ездить туда-сюда, я отказалась от допомоги. 884 гривни мне платили. Единственное, что я не отказалась, это от своей пенсии. Я вообще-то здесь ее заработала. Честно заработанного лишили и Ольгу. Еще в 2014-м она в чем была, убежала из Донецка к дочери в Киев. Женщина регулярно отмечалась, каждые полгода оформила электронное пенсионное удостоверение. А несколько дней назад узнала, ее пенсию заблокировали. Как это вы не выезжали? Значит, вы когда-то выезжали? Я говорю, последний раз я выезжала за пределы Киева в июне месяце 2016 года. Вот вы ездили в Донецк. Да, я ездила в Донецк. Я не отрицаю. Я ездила в Донецк посмотреть на свою квартиру. Я там пробыла три дня, попала под страшный обстрел и уехала оттуда. На каких основаниях людей лишают выплат? Оказывается, существуют некие списки людей, которые оказались под подозрением в СБУ. В одном из столичных отделений пенсионного фонда нам объясняют. Эта информация поступает ими из центрального офиса. Именно там решают, кому блокировать пенсию. Есть случаи прекращения выплаты пенсии внутренне перемещенным человеком, как отсутствующим за фактическим местом проживания. Або в случае скасывания доведения внутренне перемещенной особи. Там есть определенные условия для скасывания этого доведения. Або в случае находки информации Держприкордонслужбы, МВС, СБУ, Минфину, Нацполиции и так далее. Сколько людей в черных списках, точной информации пока нет. Но в волонтерских организациях, которые помогают переселенцам, говорят, проблема масштабная. Сейчас у нас есть данные, но это неофициальные данные, что в списке такие потрапило уже близко 200 тысяч пенсионеров. В прошлом году под подозрением СБУ числились от 500 до 900 тысяч человек. Тогда правоохранители рапортовали, что в списках переселенцев, получающих пенсию в Украине, половина виртуальных лиц. Или хитрецов, которые получают пенсии и в Украине, и в Ордло. В этом году проверка на подлинность статуса продлится до мая. Проблемой махинации с выплатом переселенцам служба безопасности резко озаботилась во второй половине февраля. Как и по каким причинам люди попадают в эти списки, пока неизвестно. Сколько сейчас там людей не разглашается. И как узнать, есть ли твоя фамилия среди списков счастливчиков, неизвестно. При этом Минсоцполитики успокаивает. Мол, настоящим переселенцам бояться нечего. Нужно просто предупреждать, если едешь из Украины больше, чем на два месяца. Вот только реальная жизнь расходится со словами чиновников. И в черный список могут попасть и те, кто просто на несколько дней съездил на оккупированную территорию. Что же делать людям, если их пенсия оказалась заблокированной? В совмесе говорят, пенсионеры должны написать заявление и ждать спецкомиссию с проверкой. Для того, чтобы мы проверили, фактически место проживания проверили и подтвердили. Тем временем правозащитники все же советуют людям, которым заблокировали пенсию по надуманным причинам, обращаться в суд.